В эфире новости на телеканале Оркин Медиа, в студии Фариза Досполова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных темах. По сценарию. Балхашские спасатели проверили свою готовность к весенним чрезвычайным ситуациям. В связи какие у вас? Расса. А также мобильная связь. Современные технологии. Медицинские организации Балхаша отметили QR-кодами. Гражданин может узнать всю необходимую информацию, касающуюся обязательного социального медицинского страхования, в том числе определить свой статус. Военное воспитание. Патриотическим клубом «Жас Сарбас» исполнился один год. Закон о проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций находится на стадии обсуждения. И поэтому важно знать мнение общественных активистов. Для этого в область приехали члены Национального совета общественного доверия, который создан при президенте страны. Во встрече участвовали председатель комитета по делам гражданского общества, Министерства информации и общественного развития, заместитель Акимова области, представители НПО, ученые и блогеры. Участники отметили, что мир и согласие для Казахстана играют важную роль. А для реализации концепции «Слышащие государство» и развитие гражданского общества необходимо в первую очередь решать социальные вопросы. Социальные отношения, они самые острые. Даже вот эти вот все политические и общественные проблемы исходят из-за того, что в социальном плане мы отстаем. Что и социально-трудовые отношения, ежегодно у нас на производстве погибает 200 человек. Это какие-то сводки из-за того, что искусствили детей, что и это насилие над детьми, над женщиной. На экспертной встрече Национальный совет «Социальная модернизация» также рассмотрели пути развития гражданского общества. По мнению руководителя регионального филиала «Олт-Тахдера», казахстанцы должны иметь возможность свободно выражать свои мысли. Поэтому нужны санкционированные пикеты и митинги. Ответственные люди за митинг. Там должно быть четко и ясно объяснено, что митинг будет проводиться по этим меркам, по этим вопросам. И даже лозунги должны указываться. А остальные все, которые по стороне действия, это уже провокационные ситуации. Балхашские спасатели достали человека, который провалился под лед. И приняли пострадавшее население от паводков с ближайших населенных пунктов. По такому сценарию городские службы проверили свою готовность к весенним чрезвычайным ситуациям. Что делать в экстренных ситуациях и какую технику использовать? В сюжете Ахмарал Флотпековой. Здравствуйте, выжилые коллеги. Спасатели, полицейские, связисты и медики. Эти несколько служб 24 часа в сутки готовы прийти на помощь. Чтобы это проверить, всех собрали на водно-спасательной станции. Каждая группа рассказала о своих функциях, показала свое оборудование и технику. Связи какие у вас? Рации. Так что мобильная связь. Ага, радиус. 100 километров, да? Радиус может ослужиться. После проверили силы специалистов в деле. По сценарию поступил сигнал, что под лёд провалился человек. Вызволять его из холодного плена выезжает маневренная группа. За несколько минут водолаз надевает экипировку и ныряет. Меньше чем за минуту пострадавшего вытаскивают на поверхность. Его укладывают на носилки и специалисты в экстренном порядке передают его медикам. Сейчас лёд в бухте Бертыс составляет 40 сантиметров, 40 местами 25. Открытые места это у нас, как всегда, омывает озеро в тёплое течение, которое сбрасывается с Балхарской ТЭЦ. Также открытые места есть на южном берегу, есть промоины, трещины есть. Многие, которые есть в районе Тарангалыка, в районе Балхар-9, в районе посёлка Тасарал. Также в протоках уже лёд тонкий, поэтому категорически запрещается выезжать на ледовую поверхность. Тем временем в эвакуационном пункте номер 4 при 24-й школе на станции Балхаш принимают пострадавших. По сценарию население эвакуировали из-за паводков. Первым делом всех прибывших регистрируют, после размещают в комнаты. При необходимости оказывают медицинскую помощь и обеспечивают горячим питанием. Данный сборный эвакуационный пункт может принять до 150 человек населения. Основное рассчитанное на это может приняться так же, как и куэмер населения с города Балхаш, так же из ближайших населённых пунктов ТВС и Шевских районов. В целом работа эвакуационного пункта показала хорошую работу, слаженную, то есть отработаны те действия, которые необходимы, и показала готовность к проведению мероприятий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ахмарал Котбекова, Ержан Бекенов, Уркин Медиа. Больше 400 свободных рабочих мест предлагают безработным балхашцам. Завтра Центр занятости устраивает ярмарку в вакансии, где жители города смогут ознакомиться со списком и трудоустроиться на постоянное место. Точкой встречи работодателей с потенциальными сотрудниками станет Дворец культуры. Принимать посетителей ярмарка будет 26 февраля с 11 часов утра. Вакансии предложат больше 60 организаций, в которых свободны почти 450 рабочих мест. Потенциальные сотрудники смогут пройти собеседование и оставить резюме. Также желающие могут получить консультацию по вопросам прохождения краткосрочных курсов, молодежной практики и микрокредитования. Медицинские организации «Балхаша» отметили QR-кодами. При его сканировании через мобильный телефон можно сразу перейти на сайт фонда медстрахования. Стикеры с QR-кодами появились только в поликлиниках, центрах и больницах, которые заключили договор с фондом медстрахования и оказывают услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета медицинского страхования. Благодаря QR-кодам жители могут перейти на сайт фонда, а также получить необходимую информацию о медицинском страховании, доступных услугах и своих правах. Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане стартовало обязательное социальное медицинское страхование. До 31 марта все граждане могут получить услуги пакета медстрахования, даже если еще не застрахованы. Этот период дается, чтобы пациенты вникли в особенности системы, идентифицировали себя в ней, прикрепились к поликлинике. Стикеры позволят им быстро связаться со специалистами, чтобы получить ответы на возникающие вопросы. На стикерах, которые сейчас есть на каждой медицинской организации, которые работают с Фондом социального медицинского страхования, есть несколько QR-кодов, по которым можно пройти на официальный сайт фонда fms.kz, либо перейти на Telegram и WhatsApp-боты, на которых гражданин может узнать всю необходимую информацию, касающуюся обязательного социального медицинского страхования, в том числе определить свой статус. Ломбарды в Казахстане обязаны пройти повторную учетную регистрацию. В соответствии с законом деятельности ломбардов с 1 января 2020 года относятся к микрофинансовой деятельности. Для осуществления своей работы до 1 июля 2020 года ломбардам необходимо пройти учетную регистрацию в Агентстве по управлению и развитию финансового рынка, после которой агентством будет осуществляться регулирование этих компаний. Со списком микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, можно ознакомиться на официальном сайте www.finrec.kz. Напомним, правоохранительные органы заподозрили в мошенничестве филиалы ломбарда «Гарант-24» и «Эстет-Ломбард». Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли. Но в итоге они не получили никакую прибыль и даже не могут вернуть вложенные. Полиция уже нашла некоторых фигурантов пирамиды в ряде регионов. Год назад во всех школах города открылись патриотические клубы «Жас-Сарбас». Сейчас в их рядах школьники с 5 по 10 классы. Юные патриоты обучаются военному делу и физической подготовке. Продолжение темы в сюжете. С момента открытия в военно-патриотическом клубе «Жас-Сарбас» проводят различные соревнования. К примеру, в прошлом году в городе прошли конкурсы «Калкан», «Улан», «Айбен». Победители соревнования несколько раз защищали честь города в области. Кроме того, среди молодых солдатов уже традиционно проходят игры «Зарница». 1 февраля на основании приказа управления образованием мы открыли эти клубы во всех школах. Туда вошли добровольцы, ученики, желающие посвятить свою жизнь защите Родины, просто интересующиеся военной историей, военным делом. Ученики с 5 по 11 класс. 12 февраля 2019 года в рамках празднования 30-летия вывода советских войск из Афганистана все военно-патриотические клубы «Жас-Сарбас» в количестве 340 учеников приняли присягу. Сегодня участники клуба состязались по стрельбе из пневматического оружия. Мероприятие посвятили в память героя Советского Союза Алии Молдогуловой и в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне соревновались больше 60 юных солдатов. В военном клубе я научилась многому, в особенности самообладанию, спокойствию, чувству чести и достоинства, умению побеждать и проигрывать. При поступлении в высшее учебное заведение выберу военную специальность. Классы «Жас-Сарбас» открылись во всех школах Карагандинской области в декабре 2019-го. Для этого с области выделили больше трех миллионов тенге. В Балхаше для учеников седьмого класса восьмой школы кабинет полностью оснастили военным оборудованием. Ученикам выделили парадную и спортивную форму. Я здесь вдохновляюсь своими учителями. Я люблю свое хобби. Я хочу защитить свою родину и свою планету. Я, когда вырасту, хочу стать генералом. Я для этого буду много трудиться. Я, если закончу этот класс, я поступлю в школу «Жас-Сарбас» или поступлю в октябрьскую летную школу. На сегодня это все. Следующий выпуск завтра в 20.15. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!